Доклад посвящен… эстетика комического в данном случае понимается не в том смысле, что это какая-то попытка теоретического осмысления комического, а можно сказать, что при чтении этой средневековой Томинской поэмы меня очень поразило то комическое, которое я там почувствовал. Это совершенно никак не сочеталось с моим читательским опытом предшествующим. И мне хотелось как-то очень… с тех пор меня волнует вопрос именно как же устроено комическое в этом произведение, почему мы его чувствуем, почему нам одновременно смешно и не смешно, но мне во всяком случае. А речь пойдет, значит, о поэме XII века на томинском языке, автором которой является такой средневеково-предворный чорский поэт Джоан Кандар. Ну, это Саймон Кандар по-томински, но Саймон Джая – это «Победа», и буквально его имя означает «Победитель». Это вот такой, в принципе, один из… ну, то есть, его единственное… «Парань о войне в Калинге», «Калинга» – это «Парань», это единственное его произведение, но оно входит вполне в такой классике Томинской литературы. Вот. И при этом произведение по-своему уникальное и очень выделяющееся на фоне… даже на фоне такой, скажем так, культуры вот такой, несколько кровожадной, да, южно-индийской поэзии, о которой вот сейчас, в том числе, и Ольга говорила. Значит, произведение посвящено историческому событию – это «Поход армии Чорского стария» к Латунге первого, значит, «Калинга», практически в соседнюю страну. По, как бы, сведениям этой поэмы, значит, «Тамошний царь» того времени Ананда Варман Чодоганга был, ну, что-то типа «Вассал» или «Вассал, в смысле, обязанного платить дань Чорскому царю». Значит, произошел некий конфликт, связанный с невыплатой в Дании, и вот это историческое событие, оно, на самом деле, действительно историческое, потому что оно подтверждается в том числе и эпиграфическими сведениями, в частности, в «Мейкирте». Это такой жанр по нигерической эпиграфике. Упоминается это событие, то есть «Мейкирте» – это вот такая история событий, связанных с царствованием царя Кулатунги первого, и там вот действительно такие события. Это «Мей» – значит, истинное восславление, то есть прославление царя, связанное с тем, что действительно было на самом деле. Вот, то есть такая нефикшн. Да, то есть, но при этом это событие, собственно, было очень растерянным, это не было крупной военной операцией, но зато мы сталкиваемся в данном случае с уникальной ситуацией в истории индийской литературы, когда мы можем, средневековый и древний, когда мы можем дотировать некое произведение вот буквально, ну, десятилетиями. Мы точно знаем, что событие в нем описанное относится к 1110 году. Ну, как точно? Ну, достаточно точно, исходя из анализа эпиграфических данных. В таком случае есть некоторый консенсус по этому поводу. Вот. И, соответственно, ну, значит, произведение начала 12 века. Видимо, может быть, несколькими годами позже написано, ну, и так далее. Вот. И оно, конечно, такой яркий образец придворной человеческой литературы. Вот. При этом вот в этом произведении поражает, конечно, сочетание такого важного и серьезного нарратива, которые там присутствуют, связанные там с изложением родословной, это вот таря Кулатунги первого, и событий, несколько мутных, связанных с его восшествием на трон, которые, похоже, вот наш поэт Джайан Кандар пытается изложить таким образом, что, как бы, изложить официальную версию того, как Кулатунгов зашел на трон, потому что там все не было так однозначно и так очевидно, вот. И, ну, при этом то, что больше поражает в этой поэме, то, что в ней присутствует очень много такие гротескных и комических элементов, связанных с расой комического, которую в комическом традиции называют «на-эй-чубей», комическое. Вот, и больше всего эти комические элементы ассоциируются с персонажами пэй, о которых уже говорила Ольга, в связи с Карейкалем Мияр. Вот как раз Карейкалем Мияр, шаваидская поэтесса и святая, она в какой-то момент превратилась в пэй. И из красивой молодой женщины превратилась вот в страшную такую демоницу, отталкивающую как раз вот чью, чье скультурное изображение мы тоже видели. Значит, тут, таким образом, Джан Кандар обращается к образам, да, восходящим к очень архаичному пласту древнетаминской словесности, потому что в самых еще даже ранних древних героических поэмах нам встречаются эти пэй. Этимологически, возможно, есть предположение, что это от фрета, от санскритского, через прокритизацию, да, то есть через форму пэя. Но мне оно менее кажется даже убедительным, чем предположение, что это восходит к тамильскому корню пэй лить. То есть тогда пэй — это те, которые льют, но тоже там можно, на самом деле, немножко по-разному понимать, что именно они льют и проливают. Вот. Но как бы удивительно в этой поэме то, что она описывает вот эти события войны в Калинге глазами демониц. Демониц, которые питаются трупами воинов, погибших на поле битвы. Таким образом, получается, что мы в этом сюжете о войне получаем фигуры таких зрителей, которые смотрят на вот эту историю этой войны, они как бы сначала ее предвкушают, потому что они очень изголодались, нету великих царей, как в древности, они умирают от голода, они, значит, очень страдают. И потом, значит, они постоянно проявляют какую-то неумеренность в своем желании, значит, насладиться результатами войны. А результаты войны — это много битвов, и они, наконец, могут удалить свой голод. Вот. И это зрители, которые, кроме того, что они наблюдают за достаточно серьезным, таким важным сюжетом героическим, связанным с этой войной, да, они все время выделывают какие-то, значит, смешные трюки. Да? То есть, на самом деле, можно представить себе вот так, если сравнить это с каким-то фильмом, в котором мы видим серьезный, допустим, фильм, и нам показывают зрительный зал неравнодушно, значит, зрителей, которые устраивают какое-то безобразие. Я бы так композицию этой поэмы описал. Вот. Ну, и один из исследователей томейской литературы, очень известный, Дэвид Шульман, в книге своей «The Kinent and the Clown», как раз пишет о том, что вот эта форма комического, с которой тоже столкнулся по коллективу парам, она ни на что как бы на нее не похожа. То есть, вот это ощущение, оно не только мое, вот. Но он пишет, что не является ни сатирой, ни фарсом, ни пародией, ни формой карнавала, ни комическим, семиотическим комментарием к серьезности о придворной жизни. Я бы сказал немножко по-другому, что в каком-то смысле является тема другим и третьим. И я, наверное, попробую показать, вот как я понимаю это произведение сейчас. Значит, действительно, у нас, ну, получается, действительно, сама по себе, как бы, вот эта тема, так сказать, комического и войны, она абсолютно не оригинальна, да, но мне кажется, что оригинальным является вот форма того, как она реализована. Потому что это не, вот, вот, самое сильное мое ощущение, что это действительно произведение, как промоченного комического, но оно не является ни пародией на героическую поэзию, там по образцу, не знаю, войны мышей и лягушек, да, ни какой-то такой сатирой даже на какие-то придворные нравы. Значит, действительно, очень многое связано с описаниями телесности этих демониц. Вот, это такой эпизод. Действительно, тут вот это, как мне кажется, продолжает мысль Ольги, что очень многие вещи в южно-индийской культуре и культуре конструируются через описание телесности, через изобретение того или иного типа телесности. И здесь мы видим, что вот эти описания демониц, они, это, в принципе, те же самые демоницы, которые в древней поэзии были, и те, как Карайкалем Мияр в поэзии Бхакти, здесь немножко повернуто в сторону, я бы сказал так, что в классической поэзии, героической, они были связаны с расой такого страха, да, в каком-то смысле здесь добавляется больше элементов безобразия и, собственно, смеха. И мне кажется, как раз тоже общее мое ощущение от этой поэмы, что автор, конечно, был очень знаком хорошо с теорией статических эмоций и раса, и, возможно, у него была идея, что в хорошем произведении должны быть представлены все расы, и он, возможно, к этому стремился, я попробую это, может быть, более детально аргументировать. Ну вот, почитаем эти описания в моих переводах. Их иссушены, как сушеная рыба в спине, подобны днищам деревянных лодок. Их пухти, в которых скат змеи и ящерица, подобны муравейнику с большим входом. Волосы на теле свисают, словно змеи. Древние их ноздри поросли мхом. В ушах поселивистово, а вокруг летают летучие мыши. Взуху их напоминают мотыги и плуги. Вместо талии на цепочке они подвешивают ящериц к змея. Голосами они упираются в небесный свод. Или там упоряются в небесный свод, там по-разному. А отвисшие губы достигают груди. Вот. Как бы образ одновременно и антропоморфный, как кажется. С другой стороны, он каким-то образом все время выходит за пределы антропоморфности через вот эти сравнения. И очень связано с демоницами, потому что они не культурные. Они не следят за собой, не следят за своей телесностью. Они позволяют змеям, значит, свисать. Очевидно, не чистят ноздрей, потому что там уже мох. И ощущение, что это все-таки взгляд из куртуазной культуры, где развивается в практике забота о своем теле, такого как бы ухода за телом, его культивация такой своеобразной, куртуазной. И это смешно, потому что это... Да, и важно то, что это демоницы, которые находятся в свете калия. Далее, да, то есть это придворные в каком-то смысле. И важно для, видимо, аудитории, которая воспринимала, как мне кажется, то, что это неправильные придворные, да, что они как бы не ведут себя, не ухаживают за собой так, как требовало бы куртуазное общество. Давайте дальше посмотрим. Что еще смешно, да, над чем смеялись при черном дворе? Голод. У них вот это состояние вечного голода, это вызывает насмешку. Значит, они похожи на голодные горшки, они все тащают и тащают, их руки и ноги черные длинны, словно лес пальмировок пальм. То есть они исхудалые очень. При этом, опять же, то, что они голодны, выражается с помощью телесного кода. Рты у них размером поспорят с огромными пещерами, с описанием тела, это помогает нам понять, что они очень голодные. Животы такие, что даже эти рты не могут их наполнить, то есть еще больше, чем рты. То есть парадокс, видимо, у них как бы так это изображается, несколько эксклюзивно, что как бы это очень у них тонкие, схудалые конечности, и очень огромные животы и рты. Их тела напоминают выгоревшие изнутри поленья. И дрова голых костей связаны веревками сухожилий. Сетуют они, нету насытной похлебки с поля битвы, почему ты не заботишься о нас. И при этом они опять выходят за пределы антропоморфности. Если поблизости их дети увидят высокий бамбук, то, обознавшись, зовут его мамочка, наша мама. А демоница верблюжонка берут на руки, говоря, как же на ребеночка моего похож. То есть принимают верблюжонка за маленького пей. То есть вот такие у нас описания. И поэма построена на этих описаниях, это очень важная ее часть. Но все-таки смешно не только то, что они вот такие уродливые и голодные, а то, что они теряют разум из-за своего голода, и из-за обжорства. Причем так получается, что они, описывается, что их много уродствий телесных, но за этими уродствами стоит история славы предков царя Кулакунге. Потому что демоницы получают свои увечья на поле битвы от своего обжорства. Они страдают. А обжорство является результатом, значит, военных побед человеческих царей. Таким образом, оказывается, что вот эти увечья смешных демониц это способ восхвалять царей в соответствующей династии. Ну вот это они сами рассказывают в истории с такими прошлыми заключениями. Там на поле битвы, где яростные слоны Абхаяна сражались с противником, некоторые демоницы, подскользнувшие с жижем мозгов из царских голов, вывихнули суставы и стали хромыми. Другие, значит, они толкли в ступку вместо риса зубы, выбитые из ротов вражеских воинов. И при этом так они увлеклись этим занятием, что сами получили увечья и остались с каким-то увечьем руки. И это как бы смешно еще потому, что это выдает некоторый характер их обжорства, они все время страдают из-за своей неумеренности. И так далее. То есть кто-то ослеп на один глаз, расплескал горячую поклепку. Каждое увечье в таких описаниях имеет предысторию восхваляющую чольских царей. Давайте пойдем дальше. И в силу вот этой своей такой обжорствой глупости они оказываются все время в каких-то ловушках и смешных ситуациях. В частности, вот такая есть сцена, которая выделяется в отдельную песню. Это и поэме Индера Сауна, по-тамильски это Индера Джала. То есть это магия, волшебство, колдовство, сеть Индры. Такое древнеизвестное, в общем, это институтское понятие. И там некоторые демониты к ним приходят, другая еще, которая начинает демонстрировать богине Кали, начинает демонстрировать свое искусство создания иллюзий. Показывает богине Кали вот эти картины. Иллюзии чего? Иллюзии того, что больше всего вызывает желание демонитов, а именно вот это кровавые последствия войны, то, что их больше всего возбуждает. И они голодные, значит, больше всего приходят в экстаз от этих картин, принимая их за настоящее. Смотри на груды павших лошадей, смотри, как бьются обезглавленные тела, гляди, как в ужасе несется обезумевший слон и как струятся сотни кровавых рек. Гляди, как в них качаются на волных руки и так далее. То есть такие написания достаточно длительные. И что происходит с демоницами? Они в силу своего особого состояния голода, они сголодались, они не могут отличить реальность от магии. Поэтому во время этой речи стоявшие вокруг демоницы решили, что картины правдивы, и стали суетиться, спотыкаясь друг от друга, надеясь отведать лакомство, падая на твердую землю. Ища отдельные потоки пролитой крови, руками зачерпывали они один лишь воду. Ища упавшие куски плоти, руками нащупывали лишь землю. Думали, что схватили одежду из жира, а в руках оказывался ветер. Думали, что схватили отрубленную голову, а зубами кусали воздух. И такое несколько театральное и фарсовое, на самом деле, описание заканчивается тем, о том, что демоницы просто получают очередную порцию унижений, увечий и страданий. Вот они, естественно, вдруг завыли от боли. И все это мы понимаем, что это все смешно, в том числе, потому что нам дается вот это не взгляд филологов из 21 века. Мы видим, что это воспринимается как смешность самого текста. Потому что вот йогини, глядя на то, как у демонитка шились похожие на веялки ногти и ломались ребра, а разбитые лица стали напоминать спину, так смеялись, что у них самих ребра сломались от хохота. То есть это смешная картина. То есть мы понимаем, что это смешно для аудитории. И так далее. Сами демоницы рассказывают, то есть картина того, как демонитка описывает свое несчастье, не слишком отличается от как бы авторского описания внешнего облика демонит. Значит, вот так они всегда описывают, когда жалуются Кали о том, что они слишком голодны и близка их кончина. Лишь дунет ветер, и нас уносят словно шелуху, мучаясь от голода. Мы съели половину языка и половину губ и ходим с изуродованными ртами. Сделай же так, чтобы мы, рабыни, твои спаслились. Вообще жалостливое описание, но, в общем, понимая, как описаны сами демоницы и их роль, связанная с пожиранием трупов, мы понимаем, что, в общем, это, конечно, насмешка. Значит, из безупречной Кула Тунга нас не пожалел, он смягчился, получая дань, что платят другие царины, и слонов его надеты в цепи, а мы, твои рабыни, от длительного голода и стол, хрестов на полы и семена. И так далее. Тут можно посмотреть. И, наконец, потом это, значит, все сменяется достаточно серьезными описаниями войны. Но кульминацией поэмы является именно праздник демониц на поле битвы. Когда битва заканчивается, они их приводят на это поле, они одновременные зрители и участники, и они начинают, значит, просто варить похлебку из того, что они находятся после битвы. Значит, начинается... И в этом много достаточно такой, действительно, пародии на придворную жизнь, как мне кажется. Потому что... Ну, такие, на самом деле, куртуазные практики заботы у тела. Выдрав у погибшего слона белый бивень, подтверяйте ему всегда в зубах. Выдрав ребро, почешите им такой язык. Да, то есть зубочистки, палочки для чесания языков, но все устроено совершенно не так, как в куртуазной жизни. Возьмите наконечник стрелы вместо ножниц и обрежьте им свои когти. Они как бы становятся чуть более культурными в этот момент. Они пытаются подражать вот этому миру придворному. А вместо масла голову хорошенько полейте слоновьей мадой. Но это, как мы понимаем, вот это, мне кажется, все-таки пародия на придворной практике и на придворное общество в каком-то смысле, потому что, конечно, мы понимаем, что это придворное общество Чольской было той аудиторией, которую предполагала эта поэма. И поэтому я так вот предполагаю, что роль поэта Латунги была чем-то похожа на роль действительно шута типа Вихода Кави, про которого мы тоже знаем из других историков, из самых более поздних. И в этом смысле это была такая все нахлешка и над тем придворным обществом, которое воспринимало эту поэму. То есть, в каком-то смысле такое зеркало для придворного общества, очень кривое, но забавное. Опять же, потому что демониция это тоже придворное общество, только это придворное общество и они совершают умовение, только это не облагает юртха, это пруски крови. Они начинают надевать украшения, но только это украшения, которые они вырывают в обыкновение, бумеранги используют в качестве сережек, всякие пики и так далее. И потом они готовят похлёбку. Вот мы видим, что это тоже пародия на какие-то обычные бытовые практики. Только землю увлажнить слоновьи и мады вместо воды, потом вместо колама до благого узора они вместо риса используют жемчуг, который слоновьи головы можно достать, как известно по средневековым индийским представлениям. вместо горшка у них голова слона и так далее. То есть это всё идёт достаточно однообразной и серия аналитических сравнений очень понятных. И потом происходит раздача этой похлёбки. Тут уже автор пополно отрывается, потому что демоницы образуют некое общество. У них там тоже есть последователи разных религий. Его Джан Кандар говорит налейте демоницы брахманки, которые увидят безмерных вкусов из брахманки. Она говорит подаяние. Брахманки наливают вот эту мясную похлёбку. Потом демоницы джаймки джайны всё пьют воду через фильтры, через марлечку. марлечку делают из сухожилий. То есть пьют похлёбку кровавую, при этом казалось-то. При этом джаймка тоже. А пей-бутистка она тоже не отказывается. Вместо рисовой каши она ароматную похлёбку из мозгов будет есть. И таким образом демоницы целое общество. там среди них есть слепые, беременные, сумасшедшие, музыканты, танцовщицы, воровки, астрологи и как бы разные группы общества демонического. Забавно. То есть такие картины. Вот кончается всё поеданием похлёбки. Опять же они очень достаточно интенсивные дяди. Это тоже комические стихи, как мне кажется. В остальном случае судя по всему. Судя по описанию, чрезмерный аппетит тоже комическое для этой поэмы. И потом они начинают веселиться. После трапезы тоже подробно описывается, как они радостно исполняют танец команды, прыгая со сложенными руками, пляшут на поле пипла, словно это танцуют объевшиеся горы. И так далее. У меня время заканчивается. Вот собственно такая поэма. Интересно, что если допустим телесно действительно юмор очень интересный. Начиная с древней томильской поэзии, те образцы безусловные комических произведений, они все связаны все-таки с насмешкой над каким-то телесным уродством. значительной степени там и это может быть связано с когда героем любовной поэзии перестанутся карлик или вот что-то такое. Это развивается тема. Но с другой стороны, тут огромная инновация заключается в том, что именно Джайан Кандар превращает вот этих демонит страшных, которые важные герои предшествующие литературные традиции, он их превращает в комических персонажей. И судя по всему поэма была очень успешной, потому что парани становятся таким устойчивым жанром после Калининга и парани возникают парани на мифологические сюжеты, такие как парани о жертвоприношении Дакши Шваицкая, Вишнуицкая, Хиранья, Воды и Парани, Абубийская Хиранья, значит, потом у нас появляется, да, потом появляются, это все тоже относительно комические произведения, ну, в смысле, там вот есть комическая тема, вот, а потом появляются такие электрические поэмы, как, например, Парани об уничтожении мохи, моха, вода и парани, то есть об убийстве мохи или парани о убийстве пасам, привязанности, это уже такая форма, в которой как бы врагом выступают абстрактные понятия, то есть превращается в такую философскую аллегорию, как я сам эти парани не читал, но как пишут, что там в принципе в форме аллегорической поэмы излагаются идеи веданта, вот, и уже в 20 веке мы, то есть этот жанр до современной литературы, где появляется поэма о борьбе за независимость Индии, то есть в принципе любая борьба и конфликт могут концептуализироваться как парани в комиссии традиции, ну, наверное, на этом я закончил, спасибо за внимание, какие-то вопросы? Нет, у меня опять ремарка, значит, дело в том, значит, Николай Владимирович, вы поглядите, все же еще были предшественники у этого самого Дзяя Кандара, причем не только в тамильской поэзии, но и в санскритской, потому что вот ваш материал этот действительно очень забавный и интересный, вот, но он напоминает, во-первых, ну, значит, в частности фрагмент из Кадамбарь, Баны, где описывается дравидийский аскет, в таком же бурлескном, я бы сказал, ключе, вот, но что больше, что еще более интересно, это Карайкала Майяр, которая описывает, значит, Шмашану, вот, в одном, собственно, в обоих подигамах, она описывает этих демонистей, вот, и она описывает их абсолютно в том же ключе, то есть они, значит, одна из них там подкрашивает глазки сажей, значит, этого вот из костра, значит, берет за лук, вот, потом, значит, ухмыляется, вот, потом там, значит, они играют на музыкальных инструментах и так далее, то есть эта практиция, в общем, она уходит куда-то гораздо более глубоко, вот, в принципе, может быть, даже опять в эпические слои какие-то, вот, так что это было бы интересно, и поэтому, мне кажется, то есть мое впечатление, извините, значит, что, конечно, гротеск тут есть, несомненно, но здесь есть еще и чистая поэтическая игра, вот, вот, вот этому самому поэту было интересно вот на материале, так сказать, ведающий демонистей, показать, как это можно еще сделать, вот, то есть такая вот остроумие, конечно, так сказать, проявляет здесь, безусловно, но вообще это безумно интересно, конечно. Да, вот, я хочу сказать, что действительно, мне кажется, просто, ну, Карайкаль, там же, ну, вот это описание, там просто перволянга, вот это вот, перволянга, да, подеграмму, он очень, ну, там, короткие тексты, там, описание, написание демоний, две страфы, две страфы, но там действительно, ну, как ты, собственно, в этой сборнике Калавари-Нарбады, 40 стихов о войне, вот, которые находятся, ну, вот, в ранней, средневековом сборнике, там действительно, явные стоки этого жанра, но просто, там они в таком, как бы, зачаточном состоянии, поэзии Пуром этой картины есть? нет, ну, а Пуром понятно, да, ну, про это, как бы, это понятно. В общем, там масштабные картины получаются, это интересно. Ну, конечно. Ну, вот вопрос тут про, про то, связаны ли эти демонисты с претами, это вот, он такой открытый, потому что, действительно, есть и такое предположение, что просто само слово «пей» восходит в темологическом претах, претах, вот, ну, вот, сложно сказать, потому что, на самом деле, все-таки эти «пей», они появляются в очень архаичных кластах поэзии, да, и в самой древней поэзии они уже все есть, и это, ну, как бы, не очень понятно. Мне вот, например, не знаю, потому что, то есть, вот, просто, как бы, кажется настолько важным элементом какого-то мифологической конструкции тамильской, вот, что я не уверен, что это может быть, ну, что это заимствованный элемент. у меня как-то, да, вот. Мне кажется, простите за то, что они, как раз, не являются претами, потому что преты, действительно, это умершие люди, души умершие. А демонитор, они ничего не умершие, они будут очень живые. Ну, это просто, так сказать, фольклорный тип. Нет, при этом описание претов, тоже, да, они тоже огромные, с этими тонкими шеями, через которые не пролазит пища, и за счет, они не могут насытиться. Да, ну, вот, так немножко, мне кажется, тут нет какого-то однозначного ответа. Открытый. Может, да, может, нет, да. Шива-Санту-Ша-Санту-Шта Саргадир-Хе-Tуришвара Шиво-Витанутам-Шевам Самаст-Шивасан-Ниди Шабда-Синдхум-Самагаттья Саргадир-Хе-Tуришвара Шиво-Витанутам-Шевам Шабда-Шевам-Шевкам-Samаст-Шивасан-Ниди Шабда-Синдхум-Самагаттья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok